24 ноября на просторах Альбиона появится целая ветка новых оружий. Какие лучше крафтить, где и какого тира, чтобы заработать на старте? С такими вопросами лучше разбираться заранее. Всем привет, с вами Дёрти Маг и это третья часть моего обзора обновления Пробуждённой Земли. Ссылки на предыдущие две части будут вверху экрана. Поехали. И возвращаемся к крафту. Ввели новую ветку пушек, ветку перчаток. Крафтится она в Корлеоне и Артурресте, в Кузнице, то есть заполнять будет журналы Кузнеца. В убежках возврата на перчи нет. Требует на крафт 20 кожи и 12 железа. Обзор новых стволов будет состоять из трёх частей. Сначала я покажу скиллочки. Потом предположу, в каких активностях это будет играться. И, наконец, повангую, какие именно перчи и какого тира будут наиболее востребованы на старте обновления. И, соответственно, на чём можно будет неплохо так навариться. Прежде чем переходить скиллочком, посмотрим на статы самой пушки. Пробив 40%. Это больше, чем на копьях, меньше, чем на мечах. Средний такой пробив. Урон в секунду точь-в-точь повторяет мечи. Пройдёмся по пассивкам. Первая пассива называется агрессивный напор. Каждые 16 ударов разгоняет урон на 20% на 2 секунды. Насколько быстро она стакивает по времени, можете увидеть на экране. Вторая пассивка – ярость. Каждая атака по вам, когда у вас хп меньше 50%, даёт прибавку в 15 урона и снижает кулдауны на 15%. Третья пассивка – спешка. Каждая автоатака ускоряет при движении на 20% на 1 секунду. И последняя, четвёртая. Неуловимость. Активируется каждый раз при использовании в скилла. Увеличивает сопротивление урону и очень сильно увеличивает сопротивление контролю. Для Т8 перчей, например, это плюс 553 сопротивление контролю. Это очень много. Кьюшек 4. На данный момент это самый большой выбор кьюспылов в игре. Первая кушка – это пролом. Даёт урон в соло-таргет. В течение 1 с 4 секунд можно заюзать ещё раз, чтобы наложить дебаф на 3 секунды, снижающий сопротивление урону. Порезка выглядит неплохой, чуть меньше, чем, например, на тех же молотах. Если ударили второй раз, то скилл уходит в кулдаун на 4 секунды. То есть плейстайл здесь похож на третью кьюшку топора. Держим тайминг, бьём каждую секунду с четвертью и создаём равномерное давление. Перед прокастом дожимаем вторую кьюшку, режем этим сопротивление цели, прокручиваем ротацию и как раз уже должна откатиться новая кьюшка. Второй скилл – это драконий прыжок. Позволяет сделать небольшой прыжок, нанося урон всем в радиусе. Если атака попала хоть по кому-то, то открывается второй удар на той же кнопке – апперкот, который наносит столько же урона в радиусе и ещё подбрасывает. Кулдаун способности очень большой для кью скилла – 8 секунд. Но для ЗВЗ скилл выглядит довольно-таки сочно. Урон под стяжку будет впечатляющим, особенно учитывая, что это только часть ротации. Третья куб – поперечный шаг. Делает рывок за спину и бафает мощность и скорость автоатак на 25%. Стакается три раза. Важная особенность – прыгает не просто за спину, а на противоположную от вас сторону модельки. То есть, если цель от вас бежит, то он прыгает ей прямо в лицо. Сама по себе способность не наносит урона, но блинг с кулдауном 6 секунд, да ещё и серьёзным бафом скорости и мощности автоатаки наталкивает на две идеи. Во-первых, это будет неплохой вариант для карабтов, особенно с пассивкой на скорость бега. А во-вторых, это неплохой вариант для обновлённой куртки наёмника, которая будет триггериться только прямым уроном. Четвёртая кушка – взрывная волна. Кидает волну, которая дамажит всех попавших под неё врагов. Если попала хоть по кому-то, то в течение двух с половиной секунд можно подтянуться к первой задетой цели. В скеле написано, что его можно заюзать повторно, но на тесте пока что такой возможности нет. Перейдём к вэшкам. Первая вэшка – это тройной пинок. Летит по прямой, наносит три удара по всем и тащит перед собой одну цель. Урона наносит немного, но как контроль слэш сбивалка костов, слэш мобильный скил выглядит довольно неплохо. Кулдаун 15 секунд. Монокост очень даже приличный. На Т6 перчатках это 48 маны, не самое маленькое значение для вэскилла двуручного оружия. В качестве применения в голову сразу приходят те же карапты. Можно догонять, заталкивать на ловушки или мобов, сбивать косты типа той же тевтельки фаера или ешки одноручной курсы и так далее. Важно понимать, что скилл не проходит через принудительное перемещение, то есть нельзя перепрыгнуть ту же стену ветра, стену огня и прочие раззоны. Фреймом неуязвимости тоже не обладает, что-то сдоджить им не получится. Ну и у способности довольно-таки мало урона. В ДПС ротацию для апати ПВП скилл, наверное, вряд ли влезет. Забавно выглядит, когда пихаешь им мамонта, но для гангов все-таки профит перчей, похоже, не особо хорош. Вторая вэшка. Удар слева. Убьем и откидываем цель. Если цель задевает препятствие, то наносится дополнительный урон. Кулдаун 15 секунд расходует 10% маны. Пока что идеи, кроме как закидывать людей в мобов в краптах, не нашлось. Хотя, кстати, дальность откидывания довольно-таки высокая. Хм. Ну давай. Ты будешь на крутой, да? По-твоему, это удар? Вот это удар. Третья вэшка. Стойка. Принцип похож на парирование у мечей. Персонаж стоит стойку на 1,2 секунды и повышает свои сопротивления на 75%. Если в это время прилетит атака, то вернется 100% урона назад в виде магического урона, и вы прыгнете к атаковавшему, нанеся урон по области. В скиле не указано, но при подлете вы даете массовое отталкивание, то есть ей можно сбивать косты. Стоит 9% маны и имеет кулдаун в 15 секунд. Мне кажется, скилл будет неплохо себя показывать в смолл скейлах, в завзэшках и, быть может, в 5 на 5, 10 на 10 хиллгейтах. И последняя вэшка. Разрушительная комбинация. Этот скилл очень сильно напоминает ешку черных перчаток, только без эффекта пуржа на первом ударе. Это поддерживаемый скилл из двух ударов, первый станет, второй наносит основной урон и откидывает. Манорасход не процентный, но довольно-таки высокий. Кулдаун 15 секунд. Вэшки на перчах это просто магазин все по 15. Как по мне, это единственная возможная вэшка для двоих с хиллом. В караптах тоже явно имеет смысл. Это хороший микс урона и контроля. Ну и наконец переходим к ешкам. Перчатки крушителя. Пылающий гейзер. Наносит АОЕ урон, подбрасывает задетых противника в воздух и откатывает скилл на кью слоте. Кулдаун 15 секунд. Выглядит неплохим выбором для смоллскейла и для ЗВЗ. В двойках мы тоже потестили эту пушку, но из-за того, что плюсы холика дают полный иммунитет к урону пылающего гейзера, ствол очень непонятный. Если взять последнюю кьюшку, то прокаст выглядит в принципе неплохим, но жрет слишком много маны. Без колпака друида, либо мбанок маны играть будет нереально. Если СБАЕ пофиксит этот момент с плюсами, то можно попробовать, если нет, то тот же клеймор или курса будут намного более простым и надежным выбором. Теоретически в карабтах его тоже можно попробовать использовать. Если играть через последнюю кьюшку, то урон к комбинации получается очень даже неплохим. Кулаки Авалона – очищающая комбинация. Состоит из трех ударов. Первый наносит немного урона и отбрасывает на 8 метров. Второй удар позволяет прыгнуть в точку в радиусе 12 метров, получая невосприимчивость к эффектам контроля, хотя урон в этот прыжок проходит. Наносит немного АОЕ урона и подбрасывает врагов в воздух. Третий удар бьет по области перед собой и наносит большой АОЕ урон. Каждая из ударов увеличивает кулдаун способности на 10 секунд. Лично у меня нет идей, куда использовать эти перчи. Первые два удара практически не наносят урона, а третьего легко вернуться. Да и область у него меньше, чем у других завзешных перчей. Мы потестили их в двойках, с хилом этот ствол выглядит довольно-таки бесполезным. Слишком мало урона и слишком много жрет маны. Адские длани, дьявольский валун. Кидает валун, который отскакивает 3 раза и наносит АОЕ урон. Как вариант, можно комбить с тройным пинком. При удачном прокасте враг может поймать урон все 3 раза. Кулдаун 20 секунд. По идее, можно попробовать комбить эту пушку с авалонским молотком, но это явно будет очень сложно и нестабильно. Пока что не совсем понятно, что с этой пушкой делать. Ешка похожа на тефтелю посоха лесного пожара, но сложнее в исполнении и наносит меньше урона. Как вариант, можно использовать в карабтах, но тот же пылающий гейзер выглядит более эффективным и простым в исполнении. Боевые наручи, удар сокола. Скилл поделен на 2 части. Первый поднимает воздух на 2 секунды, давая невосприимчивость к контролю. Вторая посылает вас на указанную точку, нанося АОЕ урон. Причем цели ближе к центру АОЕшки получат больше урона, по краям, соответственно, меньше. Кулдаун 20 секунд. Первое, что приходит в голову, это ЗВЗ. Одной и той же кнопкой можно засейвиться, если в вас летит контроль, и нанести урон под контренгейдж. Для хиллгейтов у пушки все-таки маловато урона. Шипастые рукавицы. Гравитационный коллапс. Наносит АОЕ урон и накладывает замедление. Зависит от типа носимой брони на цели. Если это робот, то бьет мало и замедляет слабо, на 25%. Если же тяж, то бьет намного сильнее и замедленнее аж на 75%. Еще один ствол, про который у меня особо нет идей. Это милиоружие. Стандартная роль мильков чаще всего это энгейдж и игра по тряпкам. Но Ешка явно предназначена для того, чтобы стопать тяжей. Какую роль она должна занимать в рейде с этой Ешкой, для меня лично совсем непонятно. При этом она кдшится 25 секунд и стоит 108 маны на 8 тире. То есть в хиллгейтах она будет явно бесполезна. Для гангов тоже вариант так себе. Замедление висит слишком мало времени. Ну и переходим к самым сочным стволам этой ветки. Медвежьи перчатки. Сотня кулаков. Скилл выпускает шквал кулаков. Бьет конусом в течении 2,5 секунд. Конус можно водить из стороны в сторону. Он медленно следует за курсором. Через 2 секунды после последнего удара враг получит дополнительный урон. В зависимости от того, сколько по нему попало кулаков. Важная особенность. Эта Ешка не сбиваемая. Ни отталкивания, ни станы не могут прервать ее каст. При этом ее кулдаун составляет всего 20 секунд. Урона много даже в соло таргет. Я боюсь представить, что будет в ЗВЗ. Для 5 на 5 и 10 на 10 хилгейтов тоже выглядит вполне себе возможным вариантом. Для двоек в хилл ДД вариант слабоватый. Требует много маны. При этом из этой Ешки легко можно выпрыгнуть ботинками. Вороний Цестус. Сокрушитель земли. Скилл заряжается в течении 2 секунд. Передвигаться во время зарядки можно, но медленнее на 50%. Полная зарядка наносит максимальный АОЕ урон вокруг вас и подбрасывает противников. Скилл можно отменить. Урона, конечно, нанесет поменьше, но по моим наблюдениям не сильно. Скилл несбиваемый. КД 630 секунд. Маны требуют больше всех остальных перчей. На Т8-0 это 133 маны. Из-за долгого кулдауна и большого монокоста для хиллгейтов этот ствол выглядит слабым. В караптах тоже от него толку не особо много. Но вот для опенворлд сражений это просто отличный вариант. Забежать на королевских ботинках под стяжку, клапнуть, да еще и подбросить после клапа. Это выглядит очень сочным вариантом. Помимо новой ветки оружия добавили еще одно. Черные перчатки выпилили из игры и на их месте теперь новый ствол. Клык демона. Кровавый ритуал. Бьет АОЕ дот уроном вперед по конусу. Кулдаун 10 секунд. И можно нажать еще 2 раза подряд, каждый раз увеличивая кулдаун на 5 секунд. Каждый каст начиная с первого будет вешать на вас дот, который будет сжечь на протяжении 3,5 секунд и стакается до 3 раз. Это самый сломанный и непонятный ствол этого обновления. Во-первых, урон способности очень низкий, при этом ей не просто попадать по цели, которая от вас убегает. Во-вторых, это дот урон. То есть цель может снять его шлемом хранителя. Ну и в-третьих, сейчас этой Ешкой можно активировать на себе мантию клирика, и дот, который она навешивает на себя каждым кастом, можно снять тем же шлемом хранителя. У меня не появилась идея, где этот ствол можно применить, слишком уж слабая Ешка. Но при этом тот факт, что это единственная пушка, которой можно активировать мантию клирика, очень похоже на то, что ее будут еще допиливать. Надеюсь, 10 дней оставшихся до обновы хватит. Теперь вернемся к крафту. Что пользуется основным спросом? В Корлеоне это шмотки эквивалента 6-7 тиров для 2 на 2 хиллгейтов, 7-8 тиров для 5 на 5 и 10 на 10 хиллгейтов. А также с 6 до примерно 8-1 для карабтов. Начнем с двоек. Самой адекватной пушкой пока что выглядят перчатки крушителя. Но на данный момент Ешка не работает по плюсам, если это пофиксит, тогда на 6-7 тир, возможно, будет спрос. Это не артефактная пушка, так что пока что можно просто подготовить ресурсы и журналы. В 5 на 5 и 10 на 10 хиллгейтах хорошим вариантом выглядят медвежьи перчатки. Это артефактная пушка, но артефакт рунный, то есть его будет очень легко наролить. Плюс, возможно, он будет часто падать с сундуков за благосклонность. Опять же, готовим ресурсы, руны для ролла из очара, ну и, конечно, журналы. В ВВЗ профитными выглядят сразу несколько пушек. Вороний церстус, медвежьи перчатки и боевые наручи. Наручи не артефактные, понадобятся только ресурсы и журналы. А вот на церстус нужны реликтовые арты. Тут я бы шел двумя путями. Во-первых, закупал бы релики под крафт аналогов 8-го тира и выше, и закупал артефакты уже сейчас, если они будут стоить дешевле ролла. Для кристальной лиги теоретически могут подойти медвежьи перчатки, так что готовим 4-е руны и души, либо 4 дворесы, а также рунки для ролла артефактов. Это очень крупное обновление. За кадром осталось еще много мелких деталей и серьезный балансный патч. И учитывая, что сценарий, факт-чекинг, озвучка, монтаж делаются только на моем времени и энтузиазме, финальная интеграция уходит моему аккаунту Бусти. Донаты совсем не обязательны, но если подписка в 14 рублей для кого-то это всего лишь два пирожка с лимоном, то для меня бесценная поддержка, большая мотивация двигаться дальше и возможность сделать свой контент лучше. Все собранные средства пойдут на развитие канала. Ну и как всегда с вами был Дёрти Маг. Буду рад видеть вас в комментариях, на моих трансляциях на Твиче и в моей гильдии. Все ссылки будут в описании. Спасибо за внимание и хороших вам боев. Субтитры создавал DimaTorzok